Примерно час лекционного материала, и потом вопросы-ответы. Так, минуту. Демонстрация экрана. И вот демонстрация экрана. Так, еще раз. Надеюсь, что всем все видно. Да, презентация видна хорошо, все в порядке. Спасибо большое. Значит, чтобы она работала. Да. Тем не менее, сначала все-таки будет какая-то вводная часть про то, что такое общественно-экологическая экспертиза. Ну, для того, чтобы просто мы все находились в равных условиях и все одинаково понимали термины. Значит, самое главное – это практический вопрос, как заказать общественно-экологическую экспертизу и не облажаться, извините, уже такое слово, так сказать, ну, не потерять время и деньги. Как повлиять на ситуацию с помощью общественно-экологической экспертизы? Как вообще работает этот черный ящик изнутри? Проблемы, возникающие в ходе общественной экспертизы и немножко про их решение? И вопросы и ответы. Еще раз фокусирую ваше внимание на том, что в основном это вебинар для тех, кто собирается заказывать общественно-экологическую экспертизу. Мы не будем полностью, я не буду полностью раскрывать, так сказать, внутреннюю кухню, внутреннюю механику, потому что то, что находится в зоне ответственности исполнителя, организации, проводящей экспертизу, это в нашей зоне ответственности. Тем не менее, я очень рад, не успел посмотреть в чате, если кто-то из коллег, из тех организаций, которые проводят экспертизу наряду с нами, присоединились к этому вебинару, ну, мы таким образом сможем выровнять тоже наш опыт. Значит, базовая вещь. Общественная экологическая экспертиза – это установленная законом процедура анализа проектной документации. Значит, то есть это не выясное место, не анализ текущей ситуации, не анализ какой-то деятельности, это анализ документов, причем на определенном этапе, до того, как они получили там разрешение и согласование. И еще очень важное ограничение – это то, что только некоторые виды проектной документации. Тем не менее, общественная экологическая экспертиза позволяет получить проект, ту самую проектную документацию в полном объеме, ну, опять же, организаторам общественной экологической экспертизы, что в других юридических конструкциях, невозможно, даже в суде, так сказать, не всегда это возможно. Кроме того, это возможность привлечь специалистов из разных областей для того, чтобы эту документацию изучить, это возможность повлиять на принятие решений, это возможность повысить статус вашей аргументации в публичной дискуссии, и это возможность получить доказательства нарушения прав граждан, с которыми можно обратиться в суд. Ну, я специально вывожу слайды целиком, чтобы все могли ознакомиться с ней в том режиме, в котором вам удобно, комфортно. Значит, здесь у нас появляется впервые слово «государственная экологическая экспертиза», ну, и должен сказать, что закон, базовый закон, это закон об экологической экспертизе, вот он, закон не различает в своем названии, в большей части своих положений не различает государственную и общественную. Но государственная является обязательной для определенных видов проектной документации, без положительного заключения государственной экологической экспертизы проект не может быть реализован, а общественная является дополнительной. Но требования к ним примерно одинаковы. Объектом общественной экологической экспертизы является любой проект, который подлежит государственной экологической экспертизе, кроме тех, которые, условно говоря, являются секретными. И полный перечень проектов содержится в статьях 11-12 федерального закона об экологической экспертизе. Дальше будем говорить о нем как о 174-м ФЗ, 174-й ФЗ. Значит, государственная экологическая экспертиза у нас двух, может быть, двух уровней. Федерального уровня, и ее проводят различные территориальные подразделения Росприроднадзора. Федеральный московский управление Росприроднадзора по округам и еще специальное управление Росприроднадзора, которое занимается морскими проектами, ну, теми проектами, я буду дальше говорить, которые реализуются на шельфе Российской Федерации в Байкальской особой зоне. Регионального уровня проводят уполномоченные органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Значит, перечень объектов, то есть это не территориальная принадлежность, а такая сущностная, да, и перечень тех экспертиз, которые проводит федеральный орган, гораздо шире, чем региональный, да. То есть на экспертизу федерального уровня отправляются, ну, так, простым языком, все проекты в области обращения с отходами и проекты рекультивации. То есть это, наверное, то, что в первую очередь интересует, не знаю, местное население, не специализированные организации, инициативные группы, которые столкнулись, сталкиваются с этими проблемами вот у себя во дворе. Проекты деятельность на шельфе. То есть любая деятельность, которая осуществляется на шельфе Российской Федерации, там прокладка кабелей, прокладка какой-нибудь строительства, так сказать, там, не знаю, бурение, разведка, все что угодно, так сказать. Вот любая деятельность на шельфе – это объект экспертизы. Проекты создания искусственных земельных участков в простонародье на мылу – то же самое. Значит, также проекты строительства на территориях, особо охраняемых в природных территориях федерального значения, новые техники, новых технологий и веществ, проекты, инструкции и методических документов по охране окружающей среды, обследование зоны экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций. И вот здесь я обращаю ваше внимание на то, что при последнем изменении законодательства в августе этого года из вот этого пункта выпали материалы комплексных экологических обследований особо охраняемых в природных территориях. То есть если до августа материалы, обосновывающие создание особо охраняемых в природных территориях, проходили госэкспертизу, и, соответственно, материалы, изменяющие что-то в режиме ОПТ, тоже должны были проходить госэкспертизу, то теперь это такой спорный вопрос. То есть точно не проходят экспертизу материалы создания, обосновывающие создание ОПТ, а вот вопрос об изменении режимов – это спорный вопрос. Ну и проект лицензии на работу с радиоактивными материалами, проекты комплексных экологических разрешений, они у меня опущены в конец списка, потому что на самом деле мы не очень умеем с ними работать, а проекты комплексных экологических разрешений появились в законе относительно недавно, и работать это будет только со следующего года. Ну и на региональном уровне все гораздо беднее. То есть это проекты инструктивных и методических документов по охране окружающих средорегионального уровня. Тем не менее, вот здесь могут быть очень любопытные сюжеты, сейчас скажу о них, и проекты строительства чего бы то ни было на ОПТ регионального местного значения. Ну вот, возвращаясь к первому пункту, буквально сейчас мы обсуждаем вопрос о том, стоит или не стоит проводить экспертизу методики расчета выбросов автотранспорта в Санкт-Петербурге. Вот это вот пример методического документа, который должен быть утвержден одним из комитетов администрации Санкт-Петербурга, и в общем, наверное, довольно значимый документ. Если в нем будут содержаться ошибки, методические ошибки, то, конечно, это повлечет за собой неправильную оценку состояния окружающей среды и неправильное решение, что в конечном итоге скажется на, неблагоприятно скажется, может неблагоприятно скажется и на здоровье петербургцев, и на той деятельности, которой ведут экологические общественные организации. Значит, что очень важно, значит, у общественной экологической экспертизы есть четкое место в процедуре принятия решений. То есть сначала проект, вот я все время говорю в этих проектах, значит, проект должен поступить на общественное обсуждение, которое проводится в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Значит, эта процедура должна завершиться, и по итогам общественного обсуждения разработчик или заказчик вот этой проектной документации перерабатывает ее. То есть вот прошли слушания, подали замечания к обсуждаемой документации, и дальше какой-то неопределенный законодательственном период, сколько угодно, заказчик, разработчик переделывает документацию в соответствии с высказанными замечаниями, да, а затем передает ее на государственную экологическую экспертизу. И вот мы должны, мы, организаторы общественной экологической экспертизы, должны уложиться до завершения госэкспертизы. Значит, до срока госэкспертизы обычно три месяца. Он может быть продлен, но не больше, чем еще на месяц. Но он вообще-то может быть и короче. Он может быть, ну, меньше месяца я нигде не видел, так сказать, да, но он может быть месяц. Значит, при этом, вот первая такая загогулина, никакого установленного срока, точно установленного срока между завершением общественных слушаний, прошу прощения, и подачей документов на госэкспертизу не существует. Значит, и очень важный момент, что общественная экспертиза проводится на основании полного пакета документов, полного проекта. То есть это не только те, тот проект оценки воздействия на окружающую среду, которые обычно выносятся на слушание. Нет. Экспертиза, как государственная, так и общественная, оценивает документацию полностью. И в этом ее существенное отличие и существенное преимущество перед, ну, просто общественным обсуждением. Так, минуту. То есть, вот когда меня спрашивают, зачем, собственно говоря, это все нужно, вы заказываете общественную экологическую экспертизу для того, чтобы кто-то получил и для вас прочитал, и для вас объяснил вот примерно такой объем документации. Это реальный пример, это один из наших недавних объектов. И я скажу, что это не самый большой по объему объект. Когда мы проводили экспертизу трубопровода Северный поток-2, там было что-то порядка 50 томов документации. Ну, к счастью, так сказать, не пришлось их печатать в бумаге, они были в электронном виде. То есть, естественно, это специализированная документация, специализированные тексты, и их оценка, ну, только силами, так сказать, жителей, которые неожиданно столкнулись с этой проблемой, это не очень полезный труд. При том, что я всегда очень с большим уважением отношусь к любым замечаниям и любой информации, которая поступает непосредственно с места событий. Я об этом немножко еще скажу. Значит, при этом, согласно действующему законодательству, общественная экологическая экспертиза не является обязательной процедурой. То есть, комиссия госэкспертизы имеет право утвердить заключение общественной экологической экспертизы в качестве заключения государства, но не обязана это сделать. Она должна, комиссия госэкспертизы, должна учесть заключение общественной экспертизы, но вы же понимаете, что мы учли и ничего, так сказать, мы учли и остались при своем мнении. Значит, поэтому вот то, что мы всегда говорим тем, кто к нам обращается, заказчикам экспертизы, что проведение общественной экспертизы дает некоторый шанс влияния на объект. И ни в коем случае не гарантирует его остановку, то есть остановка, отказ от реализации. Более того, заключение общественной экологической экспертизы, так же, как и заключение государственной, может быть положительным, потому что это объективная экспертиза, ну, мне кажется, должна быть объективной, а не какое-то, так сказать, там заказное убийство проекта. Значит, вот поэтому, еще раз возвращаясь на шаг назад, значит, смысл общественной экологической экспертизы не в том, чтобы получить гарантию того, что этот проект не состоится, а смысл в том, чтобы нанять специалистов, которые для вас разберут этот проект по косточкам, да, и вытащить оттуда то, чего вы, возможно, не замечали, ну, как хорошее, так и плохое, смотря с какой стороны смотреть. Значит, в каких случаях невозможно или не нужна общественная экологическая экспертиза? Во-первых, если деятельность, о которой вас беспокоит, не входит в перечень объектов экологической экспертизы, установленной в 174 ФЗ. Значит, второе, если госэкспертиза уже прошла, уже завершена, да, ну, вообще-то есть судебные решения, которые говорят, что общественная экологическая экспертиза может быть проведена и в этом случае, да, но в этом случае она просто оказывает гораздо меньшее влияние, и тем более, если деятельность уже реализуется. Значит, если нужно какое-то экологическое обследование территории, действующего предприятия и так далее, это называется либо общественный экологический контроль, либо профессиональная процедура экологический аудит. Ну, и очень часто к нам обращаются люди, долго рассказывают, так сказать, там о том, какие нарушения допущены при подготовке проекта, там, там, и я говорю, слушайте, ну, а зачем вам экологическая экспертиза? Вы можете с этими нарушениями прямо пойти в суд. Зачем тратить время и деньги? Значит, общественная экологическая экспертиза не эквивалентно судебной, и суд может ее, ну, то есть суд ее оценивает точно так же, как любые там экспертные заключения. Это не судебная экспертиза. Ну, и для проведения судебной экспертизы нужны совсем другие организации. Так, сейчас давайте, скажите мне, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы по первой части? Если они есть в чате, могу ли я их увидеть? Так. Так, Александр, чат вы видите, да? Сейчас, одну секундочку, я... Нет, я его не вижу. Там же, где была панелька ше, там есть чат. Видите, да? Но вопросы пока. Вот пошли вопросы. Ну, давайте тогда сейчас продолжим просто. Вопрос только один вступил. Кто обычно оплачивает экспертизу? Ну, давайте с него и начнем, так сказать. Да, значит, в нашем случае экспертизу оплачивают те, кто ее заказывает. То есть жители, инициативные группы, которые каким-то образом собирают эти деньги. Каким-то образом это могут быть... Может быть, благотворительное пожертвование, благотворительные пожертвования. Они могут получить какую-то субсидию, так сказать, там, не знаю, в том числе из фонда, что маловероятно. Но последнее время, значит, так вот в тех экспертизах, с которыми мы работали, это были всегда пожертвования, собранные инициативной группой. Именно поэтому, значит, я скажу дальше, это довольно дорогой процесс для всех участников. Поэтому очень важно заказчику общественно-экологической экспертизы вести себя грамотно, чтобы не потратить время и деньги впустую. Вот, собственно, это основная цель сегодняшнего вебинара. Значит, поэтому первое. Нужно определиться с тем, кто может проводить общественно-экологическую экспертизу. Как ни странно, это очень простое требование, но оно не всегда контролируется. В соответствии с 174 ФЗ, единственным требованием, то есть, во-первых, должны проводить общественную экологическую экспертизу общественные организации, объединения. То есть, это не может быть коммерческая организация, это не может быть государство, это не может быть муниципалитет, только общественные организации объединения, но у них в уставе должна быть цель охраны окружающей среды, в том числе организации проведения экологической экспертизы. Это должны быть зарегистрированные организации. То есть, ну, если вы, так сказать, ищите исполнителя и звоните кому-нибудь, первое, что вы спрашиваете, ну, после здравствуйте, значит, это зарегистрированы ли вы, и есть ли у вас в уставе проведение экологической экспертизы, общественной экологической экспертизы. Соответственно, у этой, у общественной экологической экспертизы есть исполнитель и инициатор. Значит, законом перечислено, что инициаторами могут быть граждане общественной организации и органы местного самоуправления. То есть, вот поскольку этот перечень исчерпывающий в законе, и там не указаны другие лица, то, с нашей точки зрения, коммерческие организации и органы государственной власти не могут быть инициаторами и организаторами общественной экологической экспертизы. Мне кажется, это очень важно. Дальше мы, дальше я еще раз обращу внимание, почему и почему это нужно проверять. Значит, и это очень важно в городах федерального значения, Москве и Санкт-Петербурге, где органы власти все время пытаются, ну, то есть, там местное самоуправление не осуществляет своих полномочий, как положено. И вот органы государственной власти пытаются забрать и полномочия по инициации общественной экологической экспертизы, что, мне кажется, неправильным. Ну, вот такая вот коллизия. Значит, понятно, что коммерческие организации и даже органы государственной власти могут прикрыться какими-то гражданами всегда, кого-то подставить, но, тем не менее, довольно важный элемент нашей конструкции. Значит, а что является результатом? Зайдем с конца. Результатом является заключение комиссии, утвержденной руководителем общественного объединения или организации. Значит, вот разберем эту фразу. То есть, во-первых, должна быть какая-то комиссия, ее должен создать организатор общественной экологической экспертизы, и потом руководитель этой общественной организации утверждает заключение. Это важный момент. Опять же, когда мы направляли заключение по Северному потоку в Федеральный Росприводнадзор, то первый вопрос, который нам задали, а там подписи с руководителя есть? Приказ в утверждении есть? Да, конечно. Тогда все хорошо. Ну, у них была такая надежда, что этой бумажки не будет. Однако, кроме этого, еще, ну, вот мы считаем, что есть закон и есть хорошие практики в этой сфере. И мы считаем, что любое заключение должно сопровождаться популярным изложением для широкой общественности. То есть, то, что может быть опубликовано на сайте, в газете и так далее. На самом деле, поскольку все-таки такая немножко неформальная практика, то, ну, в смысле, не так формализована, как государственная экологическая экспертиза, и мы не чиновники, то есть, вот мы, общественная организация, которая это проводит, не чиновники, то заказчик граждане могут договориться с этим самым, с исполнителями о чем-то еще, так сказать, о том, что будет сделано заранее. То есть, ну, вот это вот будет видно и с дальнейшими, то есть, осуществляет ли эта организация судебную поддержку, так сказать, и пойдет ли она с этим заключением в суд его отстаивать. Значит, будет ли проведена какая-то пресс-конференция или семинар, что-то еще, так сказать, встреча для разъяснения результатов. Ну, вот все, о чем вы договорились заранее. Значит, опять же, заказчик общественной экологической экспертизы должен понимать, что обязан сделать организатор общественной экологической экспертизы. Первое, с чего все начинается, это регистрация общественной экспертизы в органе местного самоуправления. Значит, такой нюанс. Закон не говорит о территориальной принадлежности органов местного самоуправления. То есть, вообще непонятно из закона, значит, нужно ли регистрировать там по месту деятельности или по месту нахождения организации, которая проводит экспертизу, или по месту нахождения инициаторов, то есть тех, кто обратился. Но так или иначе, в каком-то органе местного самоуправления эта экспертиза должна быть зарегистрирована и желательно получить документ, просто письмо, что ваша экспертиза зарегистрирована. При этом, если отказ в регистрации не поступил в семидневный срок или он поступил, но он незаконный, то экспертиза считается автоматически зарегистрированным. Но если у вас есть бумажка о регистрации экспертизы, с этим работать легче, чем просто с пустым местом. нам не ответили, но наша экспертиза таким образом является зарегистрированным. Это выглядит правильно по закону, но не очень убедительно. Точно так же мне кажется, что обязанность и ответственность организатора в случае отказа о спаривании незаконного решения либо в суде, либо в прокуратуре. Вторым шагом организатором общественно-экологической экспертизы должен утвердить, должен издать локальный нормативный акт, сформировать ту самую комиссию общественно-экологической экспертизы с учетом особенностей объекта. В эту комиссию нужно включить специалистов профильных, соответствующих. Свалка, свалка, специалисты по отходам, гидролог, специалист по выбросам атмосферного воздуха. А если это деятельность на шельфе, то другой набор специалистов. И оповестить население о начале проведения общественно-экологической экспертизы путем публикации в средствах массовой информации. То есть дальше к заключению в заключении должно отражаться, где было опубликовано извещение. В этом извещении обычно пишется, что если у вас какие-то замечания, предложения, возражения по поводу намечаемой деятельности, то вы можете их представить в организацию, проводящую общественно-экологическую экспертизу. Сейчас, конечно, это плохо работает. Ну, так, чисто формальный такой шаг, но с другой стороны, поскольку требование закона, организатор обязан это сделать. Дальше. Как только экспертиза зарегистрирована, получено письмо, необходимо направить письмо, соответствующее уведомление заказчику проектной документации, иногда исполнителю, вот как бы там тоже есть некоторые хитрости, о которых исполнитель должен знать, значит, попросить предоставить документацию. Если происходит уклонение, значит, нужно преследовать нарушителей по суду. Не предоставление документации на экологическую экспертизу, как общественную, так и государственную, как государственную, так и общественную, является прямым нарушением закона. информировать орган, который проводит госэкспертизу о том, что проводится экологическая экспертиза, значит, и делегировать своего представителя в комиссию, то есть сразу в письме указать, так сказать, что вот просим включить в состав комиссии наблюдателя нашей организации. Значит, и здесь я сразу обращаю внимание, буду еще возвращаться к этому. Закон написан таким хитрым образом, что государственная экспертиза проводится при наличии в составе материалов, поступивших на госэкспертизу, заключения общественной экологической экспертизы в случае ее проведения. Ну, то есть, но как бы очень такой хитрый момент, на самом деле, с учетом всех сроков и всего времени. Но, значит, вот почему важно сразу информировать госэкспертизу о том, что вы проводите общественный номер, потому что они должны принять этого внимания, у них есть обязанность, значит, и, конечно, их нужно об этом предупредить, эту возможность использовать. Мне, я не сталкивался с ситуацией, когда госэкспертиза не принимает материалы проекта как бы на том основании, что вы не приложили заключение общественной экологической экспертизы. Но вот они могут принять, но не принимать, они могут принять на госэкспертизу, но не принимать решение вообще-то обязанное до тех пор, пока к ней не поступит заключение госэкспертизу. Значит, поэтому вот эта переписка очень важна и организатор общественной экологической экспертизы должен грамотно подготовить письма, обратить внимание госэкспертизы на то, что вот есть такие положения закона и хорошо бы им следовать. Значит, нужно отследить начало госэкспертизы по объекту и добиться участия представителей в заседании. Значит, почему все это выделено красным цветом? Потому что, казалось бы, простые вещи в наших условиях вызывают какие-то, ну, оказываются необычно трудными. Ну, например, сайт федерального распространодзора устроен таким образом, что отслеживание вот этих вот самых объявлений, еженедельных обновлений о проводимых госэкспертизах и вручную трудно, так сказать, автоматизировать очень трудно. по сути дела кто-то должен сидеть и там каждую неделю снимать показания с этого сайта. Ну, а дальше, так сказать, все-таки, если уже материалы поступили, то необходимо организовать работу комиссии, размножить материалы для всех, передать экспертам, распределить задачи между экспертами, организовать обсуждения, потому что заключение общественно-экологических экспертинтажей для заключения государственной, это коллективный документ, созданный коллективным трудовым усилием, а не просто сумма частных мнений экспертов. И результатом этого является сводное заключение, которое подписано всеми членами комиссии. Естественно, там, если есть особое мнение, то они выделяются как особое мнение, как обычно, и дальше его утверждает, как я уже говорил, руководитель организации. На этом приключение, работа не заканчивается, необходимо направить утвержденное заключение той инициативной группе или общественной организации, которая заказывала общественную экспертизу, направить официально с подтверждением получения в орган, который проводит госэкспертизу. Заказчику проектной документации, которую экспертировали, и в другие организации. Ну и дальше распространить информацию об этом и по всем через средства массовой информации и интернет-ресурсы. Значит, вот формально после этого общественно-экологическая экспертиза является завершенной, и там ваши отношения могут на этом закончиться. Здесь поставили точку, закрыли контракт, закрыли договор. Значит, если есть какие-то еще договоренности, то организатор общественной экологической экспертизы может от своего имени выступать в суде, если нарушены какие-то права в области экологической экспертизы, или поддерживать ваше, так сказать, хождение в суд или обращение в прокуратуру. Ну вот дальше это уже относится к категории использования материалов, результатов общественной экологической экспертизы. Значит, в заключении должно содержаться, это довольно важно, точное название объекта экспертизы, описание состава и содержания того документа, который вы анализировали. Почему это важно? потому потому что, опять же, причем важно, начиная буквально от названия, так называемого титула работы, потому что, конечно, мы понимаем, что все это встречает сопротивление, и комиссия госэкспертизы может сказать, ну, знаете, нам принесли какую-то общественную экспертизу, но не по тому объекту, который у нас на столе, поэтому мы не будем ее рассматривать. Значит, с этой же точки зрения очень важно описание намечаемой деятельности из проекта, вот что, какую деятельность вы анализировали, да, и структурированный анализ объекта экспертизы. Значит, к сожалению, есть плохие практики и, к счастью, есть хорошие. Мы считаем, что анализ должен быть направлен на выявление пробелов и неполноты исходных данных, внутренних противоречий документации, противоречий законодательству, противоречий документации и законодательству. Значит, есть экспертизы, в том числе общественные и государственные, которые я считаю неуверенствовательными. Они на 80-90% состоят из пересказа проектной документации. Ну, то есть, вот мы тоже считаем, что должно быть краткое описание намечаемой деятельности в заключении. Значит, но дальше это самое главное. Это анализ объекта экспертизы, а не изложение того, что там уже и так написано. И вот это очень важный момент для вас, как для заказчика. Вы же хотите какой-то результат за те деньги, которые вы заплатили. Поэтому проанализируйте заранее, либо договоритесь заранее о том, что будет содержаться в этом заключении, либо проанализируйте предыдущие работы той организации, с которой вы контактируете, и убедитесь, что они делают именно анализ, а не пересказ. И дальше, естественно, вывод о допустимости или недопустимости реализации намечаемой деятельности. как сказано у меня здесь на слайде, заключение экспертизы, что государственное, что общественное, может быть только положительным или отрицательным. Оно не может быть условно положительным. То есть, если это положительное заключение, но там написано, но все-таки было бы хорошо устранить такие-то, такие-то, такие-то замечания, это халтура. То есть, это просто несоответствие требованиям и это попытка замаскировать какую-то консалтинговую деятельность под экспертизу. Если это заключение положительное, то там должно быть буквально написано, что соответствует действующему законодательству и допустить реализацию данной деятельности допустимо. Все замечания исправить запечатку на такой-то странице эксперты могут оставить при себе или могут отметить в приложении, но они не являются значимыми. Значит, если это отрицательное, то есть, если заключение содержит многочисленные замечания и в том числе многочисленные замечания о том, что нужно было бы устранить, это заключение отрицательное. И вот не надо путать эти жанры. Значит, таким образом, как я уже говорил, срок проведения общественной экологической экспертизы проводится до проведения государственной экологической экспертизы или одновременно с ней. И когда бы она ни началась, она может должна вписаться в эти самые сроки до завершения госэкспертизы. Поэтому заказывать общественную экологическую экспертизу после завершения государственной бессмысленно. За месяц до завершения государственной экспертизы, ну, это уже поздно, это невозможно сейчас делать. Если в момент завершения, госэкспертизы, то это довольно проблематично. Нормально заказывать в тот момент, когда проводится общественное обсуждение по документации. А вот самое лучшее это, когда объявлено только общественное слушание или когда вы узнали, что этот самый, что проект какой-то готовится, да, потому что ваши переговоры, ваш поиск этих самых организаций, которая проведет для вас экспертизу, ваши переговоры с ними, утрясание договорных отношений, сбор денег, все это занимает время. Общественные организации, ну, как бы для нас, например, для всех, значит, это дополнительная деятельность и, соответственно, ну, выделить там полностью людей на полный рабочий день, чтобы заниматься только этой проблемой, всегда проблематично. Поэтому, чем раньше, тем надежнее, тем эффективнее. Соответственно, очень прагматический вопрос, как выбрать организатора общественной экологической экспертизы, ну, выбор-то не очень большой, но тем не менее, да. Первое, как я уже говорил, значит, устав, и наличие в уставе записи о праве проведения общественных экологических экспертиз, значит, наличие опыта проведения общественной экспертизы по данному типу объектов очень желательно, значит, и наличие заключений ранее выполненных экспертиз в публичном доступе. Опять же, есть ряд организаций, которые говорят и пишут, что мы проводим общественные экологические экспертизы, но найти продукцию и их деятельность в открытом доступе невозможно. И тогда у меня возникает вопрос, уважаемые коллеги, а вы для кого работаете? Для общества, так сказать, или для какой-то узкой группы заинтересованных лиц? Значит, вот мне кажется, что хорошая практика, на которой нужно настаивать, это публикация всех общественных экспертиз, заключений в публичном доступе, если такой практики у организации нет, но это вызывает как минимум подозрения. Значит, дальше нужно, конечно, смотреть на эффект ранее выполненных общественных экспертиз и какие-то внятные договорные отношения, это, наверное, очень важно. Ну и, конечно, вопрос о стоимости. Значит, теперь вот самый важный вопрос, нет, самый важный вопрос, очень важный вопрос. значит, который был задан в начале, так сказать, сколько это стоит. В Санкт-Петербурге это стоит, по нашим оценкам, от 250 до 500 тысяч рублей, и, значит, самая главная часть, на самом деле нужно было немножко по-другому структурировать слайд, я уже сейчас вижу, значит, самая большая часть это оплата работы экспертов. однако, как показывает опыт, очень большие ресурсы также съедает подготовка сводного заключения, потому что это не просто механическое сведение, значит, переписывание там частных заключений в эти самые, в сводные заключения, это большая работа по достижению договоренности, снятию противоречий между разными заключениями, проверки, проверки ссылок на нормативные акты и так далее, и так далее, то есть подготовка к качественному документу и очень большая работа иногда это взаимодействие, взаимоотношение с заказчиком проектной документации, с тем, кто должен предоставить документ, и с государственными органами, потому что все, что касается работы с государственными органами, это безумное пожирательство времени. Значит, ну, дальше вы все это можете прочитать, не думаю, что стоит пересказывать. Значит, соответственно, есть, ну, мы рассматриваем три варианта договорных отношений. Договор оказания услуг, договор пожертвования и агентский договор, когда инициативная группа выступает принципалом и сама проводит все, там, всю оплату, а этот самый организатор общественной экологической экспертизы, только агент, который выполняет для этой группы определенные действия. Тем не менее, сущностная часть договора, она не меняется. Ну, вот, в договор должны быть включены обязанности организатора общественной экспертизы, они все вышедших, перечислены, условия, при которых возможно проведение экспертизы, в которых они невозможны, условия прекращения договора. Ну, например, договор считается прекращенным, если в такой-то срок объект экологической экспертизы не получен. Действительно, а что экспортировать, если, так сказать, нету объекта, да? Обязанности инициативной группы, коммуникации сторон, форс-мажор и так далее. Что категорически недопустимо? Это зависимость оплаты от содержания заключения общественной экологической экспертизы. То есть, вот мы считаем неправильным, недопустимым, невозможным, преступным, как хотите, так сказать, такие договора, где, значит, оплата обусловливается либо положительным, либо отрицательным заключением общественной экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза должна быть профессиональной и объективной. И точно также нельзя настаивать на обязательности отражения в заключении позиций и документов, предоставленных инициативной группой. То есть, те, кто заказал экспертизу, ну, на самом деле, действительно, получается, бросают свои заявления в некий черный ящик этой экспертной комиссии, которая их перерабатывает. Нет, значит, да, и мы считаем, что работа экспертной комиссии должна быть изолирована как от воздействия, ну, одной стороны, так сказать, этих самых там, заказчиков проектной документации, так и от воздействия очень активных граждан, которые могут попытаться повлиять на результаты экспертизы. Тем не менее, так сказать, наверное, здесь нужно обратить на это внимание, что, конечно, ну, я как-то говорил об этом скользь, конечно, значит, инициаторы экспертизы и все заинтересованные граждане должны иметь право направить организатору экспертизы свои документы, представления в любом виде, в котором это удобно сделать. Вторая часть закончена, так сказать, я надеюсь, что я дал какое-то представление о том, как быть заказчиком, что это значит, как быть заказчиком общественно-экологической экспертизы. И учитывая, особенно последний, предпоследний слайд с учетом суммы, ну, еще раз говорю, сумма – это в условиях Санкт-Петербурга, так сказать, с определенными там расценками труда экспертов и так далее. Значит, с учетом этого возникает вопрос, а нужно ли нам это сказать, что мы можем сделать с помощью этого инструмента? Значит, первое, как я уже говорил, можно получить документацию полностью и выявить все уязвимости проектной намечаемой деятельности для того, чтобы обжаловать их в судебном и административном порядке. Значит, здесь есть такой сюжет, что организаторов общественной экологической экспертизы могут заставить, то есть, не передавать ему документацию без подписания соглашения конфиденциальности. И это законная практика. значит, то есть, вот, получив документ от заказчика деятельности, организатор не имеет права передавать его третьим лицам. Тогда возникает вопрос, каким образом третьи лица, то есть, заказчика самой экспертизы, узнают о том, что их права нарушены. Ну, поэтому, вот видите, здесь написано все нарушения закона, неполнота данных, фактические ошибки должны быть указаны в заключении общественной экологической экспертизы и проиллюстрированы цитатами из документации. И соглашение конфиденциальности, мы его всегда специально так готовим, оно не должно касаться заключения общественной экологической экспертизы. То есть, то, что попадает в заключение общественной экологической экспертизы, оно всегда публично, публично и доступно. Значит, ну, и здесь на самом деле есть такие Такие нюансы. Может быть, вам, если это очень плохой проект с явными нарушениями законодательства, то, может быть, вам даже и не нужно доводить общественную экологическую экспертизу до конца. Может быть, нужно получить документацию, изучить ее и сразу бежать в суд. Ну, может быть, и такая ситуация, но все равно для этого нужно пройти первые шаги, зарегистрировав общественную экологическую экспертизу. А может быть, наоборот, это будет очень хорошая документация и в суд не побежишь, или, так сказать, заключение будет положительное. Значит, в том случае, если заказчик проекта уклоняется от предоставления документации на общественную экологическую экспертизу, можно попытаться и можно даже добиться этого эффекта заблокировать проведение госэкспертизы по тем основаниям, о которых я говорил раньше. То есть, государственная экологическая экспертиза проводится при условии наличия в составе поступивших материалов заключения общественной экологической экспертизы в случае ее проведения. Значит, но здесь требуется обращение в суд и достаточно такое квалифицированное, подготовленное. По практике обращаться должен организатор общественной экологической экспертизы, его права нарушены. Ну и, соответственно, это спор между организациями, это арбитражный суд. То есть, это обращение в арбитражный суд. Значит, можно попытаться повлиять на позицию экспертов госэкспертизы и на вывод госэкспертизы через прямое участие. Значит, это сильно зависит от личных обстоятельств и факторов, потому что, удивительным образом, в законе госэкспертизы есть право присылать своих наблюдателей в комиссию госэкспертизы у общественных организаций, органов местного самоуправления, органов госвласти. Никто, кроме нас, этой возможности не пользуется. И, соответственно, в административном регламенте госэкспертизы вообще нет такого слова «наблюдатель». И комиссии госэкспертизы всегда затрудняются. А как вообще с этими людьми работать? Путями это можно. Значит, как я уже говорил, можно добиться того, что заключение общественной экспертизы будет утверждено в качестве заключения государственной. И можно, конечно, просто путем опубличивания, опубликования и многократной трансляции, эффективной трансляции основных тейсов заключения, ну, изменить отношение общества и власти к намечаемой деятельности. Значит, вот примеры заключений у нас собраны на специальной странице. Презентации вы сможете… Так, слушайте, наверное, мне нужно… Я сейчас сообразил, что у меня-то эта презентация есть. Минуту мне, наверное… Я сейчас остановлюсь и кину эту ссылку в чат. Так, сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Вот она есть, так сказать, да. И можно посмотреть на то, как мы это видим, так сказать. Это не идеал, наверное, так сказать, и можно сделать лучше, но точно не надо делать хуже. Значит, еще несколько слов. Так, я немножко перебираю по времени. Значит, тем не менее, несколько слов о том, как это работает внутри. Потому что, еще раз, вот для тех, кто снаружи, тех, кто заказывает, все это выглядит, как некий черный ящик, ну, какая-то организация собирает какую-то комиссию, там, что-то там они варят. Как это происходит, да? У нас есть регламент проведения общественно-экологической экспертизы, и там разобраны все конфликтные ситуации, с которыми мы встречались на протяжении своей жизни. Там, на протяжении своей деятельности, извините. Значит, там есть общий порядок, там есть порядок формирования экспертной комиссии, там есть разграничение полномочий организатора и экспертной комиссии, права и обязанности членов экспертной комиссии, что с ними делать, если они не соответствуют этим самым правам и не выполняют обязанности. Значит, как проводятся заседания и требования к самому составу заключения, да? То есть здесь я должен сказать, что наши отношения с экспертом, они тоже довольно жесткие, да? Потому что назвался груздем, полезая в кузов, назвался экспертом, пожалуйста, будь добр, соответствуй, да? То есть именно по этой причине у нас не очень много в комиссиях таких звездных, там, всяких фамилий, остепененных, потому что этим людям всегда некогда, вот скажем, мягко, так сказать, да? Вот. И очень немногие из них готовы, ну, реально вырвать несколько дней жизни, так сказать, на то, чтобы прочитать документацию. Нет у нас люди, с которыми мы выстраиваем отношения, рабочие такие лошади, которые готовы пахать и которые действительно готовы тщательно очень вчитываться в документацию. Если кто-то не соответствует, ну, мы уже в процессе экспертизы находим замену и потом как бы не поддерживаем отношения с такими людьми. Это проблема, которая на нашей стороне, на стороне организатора, и, ну, к ней, так сказать, всяко нужно относиться серьезно, да? Значит, в состав комиссии, в составе комиссии есть председатель, который отвечает за подготовку сводного заключения, ответственный секретарь и эксперты, да? Значит, ну, и дальше есть какие-то, так сказать, там сюжеты, связанные с работой этих самых экспертов, да? Кроме того, вот это довольно важно, я на этом заострю внимание, могут быть консультанты, могут быть, как бы у нас записано в регламенте, консультанты экспертной комиссии. Консультантами, как правило, являются либо узкие специалисты, которые дают пояснение по какому-то конкретному вопросу, ну, там, например, по биологии отдельного вида, который встречается, там, краснокнижного, который встречается на этой территории, или еще что-нибудь такое, или по отдельному технологическому процессу. Значит, иногда в качестве консультантов мы приглашаем людей, которые очень компетентны в той или иной теме, важной для нас, но они не могут быть экспертами, потому что у них конфликт интересов. И вот это вот еще один важный момент. Мы проверяем всегда, ну, старая настолько, насколько это возможно, экспертов, которые входят в комиссию, на конфликт интересов, то есть не зависят ли они материально, опуская всякие формальности, не зависят ли они материально от той организации, которая выступала заказчиком проектной документации, или от государственного органа, который проводит государственную экологическую экспертизу, потому что в этом случае им будет трудно удерживать объективность. Но вот такие люди могут выступать в качестве консультантов, они пишут свои заключения, но не участвуют в подготовке сводного заключения. Они передают свои материалы в экспертную комиссию, и экспертная комиссия уже оценивает, что оттуда брать, что не брать, так сказать, чем пользоваться, чем не пользоваться. Значит, инициаторы общественной экологической экспертизы, то есть инициативная группа, которая обратилась к нам, не входит в экспертную комиссию и может только рекомендовать экспертов или консультантов. Но это обычно бывает полезно, когда мы работаем на территории, которую не знаем. И, значит, все могут направить заявление организатору до начала общественной экологической экспертизы, они будут рассмотрены комиссией. Значит, все заседания оформляются протоколом явочным листом. Есть кворум. Значит, работа с экологической комиссией начинается с проведения организационного заседания экспертной комиссии. Там люди знакомятся, знакомятся с документацией, получают технические задания по индивидуальной экспертизе и распределяют работу, тома документации между собой. Может проводиться открытое заседание экспертной комиссии с приглашением вот инициативной группы, например, так сказать, других заинтересованных лиц и так далее. Значит, может проводиться выездное заседание. И мы, как правило, проводим выездное заседание для того, чтобы посмотреть ситуацию на месте. Это одна из причин, почему мы не работаем пока, по крайней мере, в других регионах, кроме Санкт-Петербурга, в Ленинградской области, потому что мы считаем, что требование качества посмотреть своими глазами. И вот последние экспертизы, которые мы проводили, они трижды подтверждают правильность этого подхода, потому что на месте ты видишь то, чего, так сказать, ни в какой документации тебе не скажут, если специально не искать. Ну и после изучения материалов готовятся индивидуальные заключения, которые потом сводятся в общее. Есть обязанности председателя, ответственного секретаря. Еще раз говорю, что работа с индивидуальным заключением всегда многоступенчатый процесс. И завершается все итоговым заседанием, на котором проводится обсуждение заключения комиссии, и потом она подписывается. Вот зачем я включил эту часть? Для того, чтобы у вас, как у заказчиков, было представление о том, как должен работать механизм, грубо говоря, за что вы платите деньги. И ласково тоже говорят, за что вы платите деньги. Значит, это действительно подробная аналитическая работа и с фактическим материалом, и с дополнительными источниками, и с самим объектом экспертизы. И это действительно привлечение такого максимального экспертного потенциала, который необходим для решения, для разбора конкретной ситуации. Значит, очень коротко, потому что я перебираю по времени, прошу прощения. Проблемы, которые возникают в ходе проведения экспертизы. Наверное, что-то из этого, так сказать, я просто скажу, потому что что-то из этого встретится в вопросах. Значит, первое. Вам могут, ну, это не вам, а исполнительную общественную экспертизу могут оказать в регистрации на том основании, что уже зарегистрированы две общественные экологические экспертизы. Такие, с такими отказами мы сталкивались, это незаконные отказы. Они основаны на неправильном толковании федерального закона, 174-го закона. Значит, извините. 174-й закон говорит о том, что в том случае, если уже поданы заявления о регистрацию от двух организаций, то муниципалитет или заказчик могут предложить объединить экспертизы в одну. Могут предложить, но вы можете не соглашаться. И это не основание для того, чтобы муниципалитет отказал вам в регистрации. Почему это так важно? Потому что это положение федерального закона используется для того, чтобы заблокировать, ну, условно, реальные общественные экспертизы, которые заказаны жителями, и заблокировать их при помощи так называемых фейковых экспертиз. Есть организации, которые ходят парами, подают заявки, такие парные заявки в муниципалитет для того, чтобы заблокировать дальнейшую деятельность. Значит, это оспаривается в прокуратуре, в суде и так далее, довольно занудно, но это можно отбить. Значит, дальше вам могут отказать по каким-то иным основаниям, не указанным в законе. Это, опять же, оспаривается. И вообще-то те, кто этим занимается, могут оштрафовать. К сожалению, штрафует Роспроводнадзор, он отвечает за административные штрафы в этом направлении. И практика мне неизвестна, скажу честно. Но вообще-то должны. Значит, когда вы подаете заявку на получение объекта экспертизы, начинается саботаж. Начинается саботаж, либо представление, непредставление, уклонение, там всякие переговоры, разговоры. Значит, неполный набор документации, устаревшие версии документации. Представление только бумажной копии документации – это, как сказать, это законно, но это издевательство. А вот еще все предыдущее – это незаконно. Значит, с другой стороны, самим не нужно подставляться. И вы должны очень четко в письме, с которым вы обращаетесь к заказчику, обосновать, почему вы должны получить именно объект экологической экспертизы в том виде, в котором он поступает на государственную экологическую экспертизу, почему это должен быть полный набор документов. Вы должны сразу написать, что вы не будете передавать ее третьим лицам. Ну, то есть, как бы сразу подложить, подстрелить соломки, чтобы не было основания для отказа. Или обратиться в арбитражный суд, как я об этом говорил уже. Значит, на этапе взаимодействия с госэкспертизой, конечно, сталкиваемся с попытками сокрытия информации о проведении госэкспертизы или присылают извещение о том, что будет заседание за час до его начала или за два до начала заседания в Москве, а мы в Петербурге. Значит, неопределенный статус наблюдателя, о котором я уже говорил, невозможно проконтролировать, действительно ли эксперты познакомились с нашим заключением общественной экспертизы заранее. Ну и может быть просто такое, какое-то, так сказать, там мы сталкивались с такими вещами, что мы сделали отрицательное заключение экспертизы, такое детализированное, то есть тут же нанимаются две организации, которые делают положительное. Ну, это вопрос качества подготовленного заключения. Значит, еще раз, вот это все на самом деле вещи преодолимые. Если заранее об этом знать, заранее об этом думать, то везде можно на всех этапах подстрелиться в соломки, да, и, ну, не допустить, чтобы тебя грубо обманули. Тебя могут обмануть ласково, но это уже будут как бы твои недоработки, да. Значит, перед тем, как проводить семинары, я попытался ответить на вопрос, я уже сказал, что, значит, мы не работаем, практически не работаем в других регионах. И естественный вопрос, а кто работает в других регионах, с кем, ну, кому можно обращаться, если не к вам, да. Значит, здесь собраны некоторые примеры, не все, к сожалению, ну, тех, кого, вот, не знаю, извините, могу порекомендовать, да. Значит, объединение «Зеленый мир» в Нижнем Новгороде. Асхат сказал, что они делают, они не ограничены территориально и тематически. Бурятское региональное объединение по Байкалу, но я так понимаю, что все-таки в своем регионе. Рязанская региональная общественно-экологическая организация, я так понимаю, что они работают в своем регионе, с ними не связывался. Центр охраны дикой природы, Алексей Зименко сказал, что они не ограничены территориально, но ограничены тематически, то есть они все-таки занимаются такими проектами, которые могут оказать негативное влияние на дикую природу, простите, на живую природу. И не очень понимаю ситуацию с дальневосточной международной организацией «Зеленый крест». Вроде проводили, но не знаю. Прошу прощения, если я кого-то не включил в этот список, он ни в коем случае не исчерпывающий, но просто мне надо было как-то ответить на ожидаемый вопрос, к кому еще обращаться, так сказать, если в другом регионе. Но тут же я должен сказать, что есть организации, которые совершенно целенаправленно делают такие экспертизы, оправдывающие опасную деятельность. Мы это знаем, мы сталкивались с этим, и я говорил неоднократно об этом публично, и повторюсь еще раз. Значит, это «Зеленый крест» в Санкт-Петербурге, это «Монеп», вот они как раз очень часто ходят парами и делают парные экспертизы, и, значит, еще две московские организации, которые делают экспертизы по всей стране. Ну, кстати, вот у НИОЭКа есть сайт, и вы можете зайти, так сказать, и пока там еще есть некоторые заключения, скачать их, почитать и посмотреть, как это выглядит. Ну, на самом деле все. Значит, наша информация, актуальная информация о нашей организации в Фейсбуке, значит, на странице центра ЭКОМ можно найти сайт ЭКОМСУ, он, как сказать, он действует, он архивный, то есть там нет актуальной информации, мы просто не успеваем ее обновлять, но там можно посмотреть предыдущие, в том числе, экспертизы. Наверное, все, так сказать, я готов ответить на вопросы. Александр, спасибо. Я выписывал вопросы. Может быть, вам будет интереснее начать сейчас с тех, которые к вам поступили заранее до вебинара, а я пока посмотрю еще из чата, выпишу остальные. Давайте так сделаем, значит. Так, слышно меня, да? Да, 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 хорошо, слышно. Да, все, извините. Значит, ну вот вопрос был такой сильный. Значит, как наверняка его в несудебном порядке заставить орган, который проводит госэкспертизу, выдать заключение госэкспертизы? Ответ – никак. Значит, действительно, значит, Росправдоназор, а вслед за ним и территориальные органы, которые проводят государственные экологические экспертизы, заняли очень такую эшелонированную оборону. Значит, они считают, что заключение государственной экологической экспертизы представляется только заказчику, который эту экспертизу заказал. И все, точка. А всем остальным представляется информация о результатах экологической экспертизы. Что такое информация о результатах экспертизы? Это проведено заключение положительное, проведено заключение отрицательное. Все, точка. Это информация о заключении. На самом деле, это, конечно, пример того, как не надо писать законы. Но поскольку это ошибка была допущена в 96-м году, уже как бы это самое. Не будем придираться. Сломать эту ситуацию можно только в судебном порядке. И пока это не сделано, я воздержусь от дальнейших комментариев. Ну, чтобы никого не пугать. Значит, второй вопрос. Как добиться от заказчика полноты выдаваемых материалов и проверить их на соответствие тем проектам, которые передаются на госэкспертизу? Ну, как мы это делаем? Значит, мы направляем письмо подробное, обоснованное заказчику, в котором специально подчеркиваем, что просим вам… Мы никогда не используем ненормативную лексику, то есть ту лексику, бытовую лексику, о которой я сейчас говорю. Мы всегда используем точные формулировки закона. Мы не говорим документацию. Мы говорим, просим передать нам объект экспертизы. Значит, и дальше мы рассматриваем ситуацию, если нам передают не объект экспертизы, а что-то другое. Ну, объект экспертизы в соответствии со статьей 14, там пункты такие на статье 14 закона о 174 ФЗ. И если нам пытаются передать что-то другое, да, то мы рассматриваем это как нарушение прав нашей организации с соответствующими последствиями. Кроме того, ну, при получении документации мы, во-первых, проверяем полноту этой документации в соответствии с другими нормативными документами. То есть заранее до того, как получить документацию, мы разбираемся. Это у нас проект, который подлежит этой самой общей, общестроительной экспертизе, так называемой, да, тогда на него распространяется требование 87-го, дай бог памяти, постановление правительства Российской Федерации в составе проектной документации. И мы так по пунктам, по номенклатуре все проверяем, да. Если это что-то другое, как, например, методика, ну, как бы мы просто запрашиваем, просим подтверждение, что нам передан объект экспертизы, объект экологической экспертизы. Вот. И вообще-то, так сказать, мы не подписываем никаких бумажек. А, прием документов осуществляется по акту приема-передачи. Вот после того, как вы подписали акт приема-передачи, все, так сказать, вы, ну, как бы вся ответственность на вашей стороне. До подписания акта приема-передачи нужно проверить, не выпали ли там какие-нибудь странички, а все ли схемы на месте, ну, и так далее, и так далее. То есть это такая работа такая, да, занудная, бюрократическая. Вот. Для этого нужен, у нас этим занимается ответственный секретарь комиссии общественно-экологической экспертизы. Как еще на этапе, как на этапе до госэкспертизы выявить подлог утаивания информации по проекту, проектным взысканиям и так далее? Слушайте, ну, понятен вопрос, я могу его как-то, это самое, еще продублировать в чат. Могу я его продублировать в чат. Сейчас, одну секунду. А, вот. Вот так вот он выглядит. Значит, честно говоря, универсального ответа на этот вопрос нет. Значит, мы считаем очень важным способом противодействия, во-первых, взаимодействия с местными жителями, которые инициировали эту экспертизу. Ну, потому что, если они инициировали, у них достаточно информации для беспокойства, да, и они обращают наше внимание на всякие, так сказать, там, те самые проблемные точки. Мы считаем очень важным элементом работы выездное заседание, вот, и мы всегда проверяем более широкий круг документации, чем, ну, относящийся к территории, чем то, что нам представлено. Мы всегда проверяем градостроительную документацию по данной территории, ну, и, так сказать, как бы любые другие источники. Значит, гарантированного способа выявить все утаивания и подлоги нет, но можно попытаться с этим бороться. Значит, при этом какое-то утаивание может случиться потому, что органы государственной власти не... Сами не знают. Сами не знают. Значит, дальше еще были вопросы. Так, 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 так. А, ну и на какие НКО и на каких независимых экспертов рассчитывать население, да? Я попытался ответить на этот вопрос максимально прямо, да? На какие можно рассчитывать? Ну, для начала рассчитывайте на эти, так сказать, а потом, может быть, появятся другие. И я попытался объяснить вам, как отбирать, выбирать исполнение.